Здравствуйте! Здравствуйте! Это наш Новосибирск. Программа о том, как сделать комфортной и здоровой жизнь в своем доме, во дворе и в городе. С вами Анна Братушкина. Как будут вывозить мусор на каникулах? Куда по новым правилам не пустят без QR-кода? Что будет на участке возле Гусинобродского шоссе, который освобождают от незаконных контейнеров? И почему важно заботиться о зрении с молодости? Обо всем этом и не только сегодня в программе. Про худившаяся кровля в двухэтажке на автогенной превратилась в головную боль для пожилой пары. 90-летняя пенсионерка вынуждена забираться с ведрами на чердак, чтобы хоть как-то защитить квартиру от подтопления. Всего в этом доме на автогенной живут 16 семей. В основном пенсионеры, а управляющей компании нет. О проблеме жителей подробнее в нашем сюжете. У меня два раза ночью затопило на постели. Проснусь, у меня вода льётся. И что делать? И куда деваться? Лидии Дементьевой 90 лет. Её мужу Александру 89. Он беспомощен. А вот Лидия Ивановна ещё даст фору молодым. Но даже у неё опускаются руки. Кровля в доме дырявая, из-за чего дождь и талая вода напрямую текут в квартиру пожилой пары. Для того, чтобы остановить потоп дома, Лидии Ивановне приходится залезать по крутой лестнице на крышу, подставлять тазы и ведра. Но в 90 лет это делать непросто. Чудлида приходит, говорит, что вот мочится всё, дождь идёт, никто, ничего, никуда. Я звонила Александру Михайловичу, как у нас был сначала, как он управляющий. Он мне говорит, я сейчас разговаривать не могу, я занят. Потом я вам перезвоню. Потом, Ольга Леонидовна, я решу ваш вопрос. Не волнуйтесь, не переживайте. Звонили раз сколько ему. Вопрос не решился. Здесь вот жёлтый и всё в этом всё. Квартира с потолком в жёлтых разводах Дементьевым не принадлежит. Это муниципальное жильё. Очередь на капитальный ремонт этого дома подойдёт только через 11 лет. Мэр распорядился решить проблему незамедлительно. Вопрос такой. Сейчас первое надо проработать, чтобы в капитальный ремонт. По очереди перенос сроков на этот год уже, ну, 22. Если необходимо привлечение средств, ну, давайте рассмотрим режим, в главе говорю, режим ЧС, ну, с тем, чтобы там вот эти все конкурсные процедуры, чтобы быстро решились. Ну, и второй вопрос. Им надо помочь будет по внутреннему ремонту. Но здесь надо очерёдно правильно сделать всё. Ну, вас с Лидией Ивановной не бросили, мы не бросали. Когда мы узнали о вашей проблеме, органы прокуратуры очень активно подключились к решению этой проблемы. Дементьевы – одинокие старики. Единственный сын умер. Всё, что им остаётся – это надеяться на помощь от властей. Дополнительные мусоровозы задействуют во время новогодних каникул в Новосибирске. Вдобавок к обычным на работу выведут ещё 15 машин. Напомню, выходные дни в этом году с 31 декабря до 9 января. В это время объём мусора в Новосибирске увеличивается в два раза. На муниципальном предприятии спецавтохозяйства сейчас готовят дополнительный персонал и резерв спецтехники. О невывезенном мусоре нужно сообщать по телефону единой диспетчерской службы. Технику будут оперативно направлять на проблемные адреса. Главы районов должны обеспечить очистку внутриквартальных проездов к мусорным контейнерам. 70 учителей со всей области прошли экологические курсы. Обучение организовало региональное министерство ЖКХ и энергетики, мэрии Новосибирска и компании, которые занимаются утилизацией отходов. Основная цель этого проекта – это как раз дать педагогам очень сконцентрированно в одном месте все знания и те инструменты, которые можно использовать при проведении уроков экологии, уроков технологии. А самая главная, основная цель – это заинтересовать наших ребят, заинтересовать наше подрастающее поколение. Вот детского сада, начальной школы, среднего звена школы, как раз самые активные дети. Две недели учителя биологии со всей области представляли свои проекты и знакомились с практикой раздельного сбора мусора. Им рассказывали, как утилизируют отходы и используют вторсырье. В итоге разработали учебные программы для воспитанников детских садов и школьников разных классов. В них вошли интересные уроки с играми и викторинами, акции по уборке территории и научные исследования окружающей среды. Мы выступали как партнеры в данном семинаре, представляли информацию о раздельном сборе мусора, как в городе, так и в районах. Представили свою игру «Неотход», которая направлена на развитие у детей экологического воспитания в сфере раздельного сбора мусора. Игра на основе эки-воки, класс делится на команды, бросает кубик. Какое число выпало, то задание команда и выполняет. В салоны красоты, парикмахерские сауны и солярии теперь пускают только по QR-кодам. Мера начала действовать с начала недели. Чтобы попасть на стрижку или попариться, нужно предъявить действующий QR-код, отрицательный результат ПЦР-теста или справку о перенесенном ковиде, или противопоказании к вакцинации. Ограничение не распространяется на тех, кому меньше 18 лет. Напомню, одновременно с QR-кодом нужно предъявлять удостоверение личности. С 29 декабря по 9 января 2022 года приостановят работу аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат и площадок. Незаконные контейнеры и киоски начали убирать с огромного участка. Один гектар на месте бывшей барахолки. Решение освободить территорию суд принял еще в 2018 году. Но юрлица уже не существует. Времени вывезти все у владельцев было достаточно. Основная претензия, что данный земельный участок не оформлен должным образом. Ну а сейчас пока будем действовать. Что-то выведем своими силами, что-то полетят. На сегодняшний день принято решение комиссии города Новосибирска о демонтаже этих самовольных нестационарных объектов. Владелец до настоящего времени, до сегодняшнего дня не установлен. Поэтому сегодня принимаются меры по принудительному демонтажу объектов. Предполагается, что здесь будут элементы инфраструктуры. Предполагается, что вся территория Гусинобродского шоссе и территория, где мы сейчас находимся – это планируемая зона размещения метрополитена. Таких объектов на этой площади полторы сотни. Еще около полусотни киосков и павильонов. Но стоят они на этом участке незаконно. Сюда контейнеры и киоски привезли, когда рядом работал вещевой рынок. И старые правила допускали такое использование территории. В этом году в Октябрьском районе высвободили 3000 квадратных метров городской земли. Снесли полторы тысячи гаражей и демонтировали 15 павильонов. Проверить зрение, получить рецепт на новые очки и приобрести оправу можно в восьми филиалах Новосибирской аптечной сети. Очки здесь есть на любой вкус и кошелек. Почему важно заботиться о зрении с молодости? Какие линзы помогают видеть далеко и близко? И в какую сумму обойдется новая оправа? Галина Алексеевна выбирает новую оправу. Плохо видит с молодости. Для чтения или работы за компьютером ей нужны очки. Проверяет зрение и получает новый рецепт. Галина Алексеевна всегда в оптике около дома. Говорит, это удобнее, чем записаться в поликлинику. Очень хорошо, что вот такие кабинеты есть для проверки при нашей оптике. Очень удобно. Вот в этот салон, я вот в 90-м году как сюда переехала, и вот с 90-го года я постоянно у них заказываю здесь очки. Очень удобно, благодарно, делают хорошо. Молодым пациентам с плохим зрением офтальмолог может порекомендовать лечение. Но если дело в возрастных изменениях, терапия не нужна. Это естественный процесс, который не лечат. Хрусталик, то есть естественная линза глаза, становится более жёстким и менее активным. Поэтому глаз не может хорошо видеть объекты вблизи. Помогут только очки или контактные линзы. Для близоруких существуют особые, мультифокальные. С ними чётко видишь предметы и вдалеке, и вблизи. Ну и также посещают наши оптики люди, которые заботятся о своём здоровье. То есть приобретают очки для работы за компьютером, для вождения автомобиля. Ну, соответственно, заботятся о своём зрении. Посещать офтальмолога нужно и молодым пациентам, особенно тем, кто уже носит очки или линзы для дали. Ведь некоторые из них с возрастом начинают хуже видеть и вблизи. В некоторых случаях ему нужно уменьшить очковую коррекцию для дали, и он начинает в этих же очках хорошо видеть вблизи. Иногда ему нужна вторая пара очков. Иногда ему можно посоветовать вот такие мультифокальные линзы попробовать. То есть всё индивидуально. Офтальмологические кабинеты работают в восьми филиалах оптики Новосибирской оптичной сети. Здесь не только проверят зрение и выпишут рецепт, но и помогут подобрать подходящую оправу. Ассортимент широкий. Им на любой вкус рецепт и кошелёк. Есть и готовые очки, и оправы под заказ. Самую недорогую можно приобрести за 500 рублей. Многоквартирный дом имеет свои особенности. Соседи со всех сторон, каждый из них со своим характером, образованием и социальным статусом. Из-за этого зачастую могут возникать конфликты. Например, если одни хотят петь в караоке, а другие отдохнуть в тишине. Как бороться с шумными соседями, узнала моя коллега Елена Богатырёва. Здравствуйте, Алексей Васильевич. Впереди Новый год, большой праздник, который мы все очень ждём. Скажите, имеет ли какую-то связь жалобы на шумных соседей и праздники? Что говорит статистика? Мы такую статистику не ведём, но могу сказать одно. Значит, граждане обращаются к нам часто по вопросам шума. Это происходит и не только в праздники, это и в обычные дни. Сказать о том, что непосредственно в новогодние праздники больше заявлений поступает по факту шума. Здесь тоже очень спорный вопрос. Новогодняя ночь, да, у нас по закону, я напомню, шуметь с 22 до 3 часов ночи законодательно разрешили. Поэтому всё, что после 3 ночи, к сожалению, это запрет. Поэтому вот однозначно сказать здесь нельзя. Какие правила действуют в Новосибирске? Что когда можно делать и что когда нельзя? По закону действующего в Новосибирской области запрещается шуметь с 22 часов до 7 часов утра. Это рабочее время, если у нас, да, рабочие дни, недели. Значит, с 22 часов до 9 часов, это если у нас выходные, либо нерабочие праздничные дни. Есть ли у нас в регионе перерыв на так называемый дневной сон? У каждого из нас есть право на сон с 13 до 14 часов. Неважно, в какой это будет выходной, рабочий, праздничный день. У всех есть такое право с 13 до 14 часов, значит, спокойно отдыхать, спать, заниматься своими делами. Соответственно, лицам, которые производят какой-либо шум, да, в это время шуметь запрещено. Любое действие, создающее шум в тот период времени, который я обозначил, образует состав административного правонарушения. Соответственно, здесь мы вынуждены реагировать, привлекать людей к ответственности. В рамках закона 99 ОЗ Новосибирской области об административных правонарушениях. Здесь, наверное, немножко правильно разобраться в термине, да, вообще, что считать шумом. То есть, когда у человека, у соседа моего плачет ребенок, или играет ребенок на фортепиано, допустим, даже в восстановленное время, но очень громко. Как правило, мы в своей работе подходим к этим вопросам объективно и всегда смотрим, с чем вызван этот шум. Если это плач ребенка в ночное время, который вызван какими-то проблемами со здоровьем, либо там покушать ребенок захотел и так далее, мы в ходе проверок это устанавливаем. Соответственно, здесь мы обходимся профилактической беседой. Если же мы устанавливаем, что там была, скажем так, шумная компания, которая делала замечания неоднократно соседей, в том числе и сверху, снизу, да, то здесь непосредственно мы обязаны реагировать. То есть, исключения составляют случаи, когда проводятся какие-то неотложные технические ремонтные работы. То есть, бывает такое, когда людей затапливают по какой-то там причине, да, сорвало кран, начинают стучать, ремонт проводить и так далее, во избежание последствий аварийной ситуации и так далее. Это работы, связанные с тушением пожаров, когда приезжают соответствующие службы, начинают там разбивать стекла, окна и так далее. То есть, здесь, конечно, ни о каком составе правонарушения и речи идти быть не может. Скажите, правда ли, что многие боятся жаловаться на своих соседей, но полиция уедет, а я останусь? В этой ситуации можно делать все очень просто. У нас существует электронный порядок обращений на сайте главного управления 54.рф, значит, в котором вы можете обращаться, скажем так, без установочных каких-то данных своих, указывая фамилию, имя отчество, без адреса, да. На это обращение будет принято к рассмотрению и приняты соответствующие меры. Как вести себя, если шум не единичный, а носит систематический характер? Я скажу вам так, если это регулярно, то в этой ситуации мы обязаны реагировать, вмешиваться в этот процесс во избежание более тяжких последствий, потому что это приводит, как правило, к конфликтам, которые перерастают последствия в причинении телесных повреждений, повреждений имущества, то есть неприязненные отношения возникают между соседями. На это направление особый упор делай в своей работе, чтобы избежать непосредственно ситуации, когда шум, самый банальный, который заключался в прослушивании музыки, либо плаче ребенка, который систематический характер в том числе может иметь, он не перерос в какие-то более тяжкие последствия. Что грозит тем, кто нарушает вот эти правила? Наказание по первой части, значит, закон НСО предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере трех тысяч рублей, когда человек впервые совершил это правонарушение. Значит, если же второй раз человек замечается в шуме, да, то в этом случае он подлежит привлечению по второй части комментируемой статьи штраф уже идет пять тысяч рублей. Алексей Васильевич, ну вот сейчас будет новогодняя ночь, это традиционно салюты и пиротехника, а еще раз можно вас попросить проговорить правила, особенно когда это касается многоквартирного дома? Да. С 22 до 3 часов ночи в новогоднюю ночь шуметь можно, это законодательный уровень. После 3 часов ночи, к сожалению, шуметь нельзя, поэтому при поступлении соответствующих заявлений, при их отработке, при выявлении фактов шума после 3 часов ночи будут приниматься соответствующие меры. При этом шуметь, речь идет о шуме не только в квартирах, речь идет о шуме как на придомовых территориях. Спасибо большое, Алексей Васильевич, что ответили на наши вопросы. Желаю нам всем хорошо встретить Новый год и не совершать правонарушения. Сегодня об особенностях жизни многоквартирных домах и что делать с шумными соседями мы говорили с заместителем начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции, главного управления МВД России по Новосибирской области Алексеем Бабий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова